Друзья, всем привет! Сегодня я представляю вам премиальный китайский автомобиль это Havail H2 2018 года выпуска данного автомобиля Максимальная комплектация на ручке стоимость 1 259 000 рублей Выражаю благодарность автосалону Dialog Auto за предоставление данного автомобиля на съемку В этом обзоре мы детально рассмотрим экстерьер и интерьер этого автомобиля Действительно, мне самому не верится в словосочетание премиальный китайский автомобиль Вот такие у нас ключи, посмотрите, как он оформлен Закрыть автомобиль, открыть Система доступа без ключа имеется Как видите, при открытии и закрытии зеркала наружного вида автоматически складываются и раскладываются Наконец-то самобытный свой, как экстерьер, так и интерьер появился у китайских автомобилей Шикарные диски Как работает система доступа без ключа в данном автомобиле, чтобы закрыть Здесь сенсор Все это происходит в зоне действия ключа, чтобы открыть Здесь также сенсор Все очень просто Массивные ручки, удобный хват Солидный звук при открытии дверей И да, наконец-то не пахнет дешевым фенольным пластиком в этом автомобиле Черный кожаный салон Кстати, крыша может быть со стойками как черная, так и белая Электропривод для кресла Притом все исправно, должным образом работает Развитая боковая поддержка, как видите Неплохо Интерьер скроен ладно Трехспитцевый кожаный мультируль Притом имеются перфорированные вставки и приливы в местах хвата Есть версия, соответственно, на переднем приводе, на автомате В данном случае это полный привод Максимальная комплектация и механика Здесь такая перфорация Очень интересно Вставки глянцевый пластик, хром Притом такая ребристая структура Пластика Чтобы запустить двигатель в этом автомобиле 1.5 турбо, кстати 150 лошадок, 210 метров в крутящий момент От нуля до 100 он, скорее всего, за 13 секунд И максималка в 180 км в час Нажимаете на педаль сцепления И затем один раз вот на эту кнопку Старт-стоп Отпускаем двигатель Подпись Havail ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Удобный охват. Неплохо, очень неплохо. Теперь я предлагаю открыть капот и детально рассмотреть экстерьер этого китайского автомобиля. Рычаг находится вот здесь, чтобы открыть капот. Все очень просто. Рейлинги на крыше имеются электролюк, хромированная окантовка дверных рамок, надпись Havail, антенна видеокулевого плавника, декоративный спойлер, диодный стоп-сигнал. Частично диодное наполнение имеют задние фонари. Очень оригинальный дизайн у автомобиля. Надпись Havail H2 и 1.5 Turbo. Притом T у нас красненькая, огненная. Диодная подсветка номерных знаков. Имеется камера заднего вида. Надпись говорит нам о том, что у автомобиля полный привод, 4WD. Задние датчики парковки. Здесь у нас проушины для буксировки. Подгонка узовных деталей в этом автомобиле просто идеальная. Шикарные диски. 18 дюймов, размер шин 235 на 55. Шина Кумха. Притом здесь установлены датчики давления в шинах. И также указана температура на бортовом компьютере. Сейчас я предлагаю рассмотреть нищие два автомобиля. По кузову очень много выштамповок и формовок, как видите. Код автомобиля. Диодные указатели поворота, встроенные в наружные зеркала заднего вида. Здесь у нас подсветка имеется также. Имеются светодиодные дневные ходовые огни, линзованная оптика, галогеновые фары и галогеновые противокуманки в хромированном обрамлении. Очень много хрома на радиаторной решетке. Стоимость на данный автомобиль начинается с отметки 1 миллион 89 тысяч 900 рублей за переднеприводное исполнение, шестипенчатая механика. И топовый вариант, как в нашем случае, оценивается в 1 миллион 259 тысяч 900 рублей. Периодичность технического обслуживания на данный автомобиль раз в год или каждые 10 тысяч километров. Гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Кузов модели H2 и его внешние панели стальные. При этом, например, стойки лобового стекла, дверные проемы и пороги выполнены из высокопрочной стали. Краш-тесте по методике China NCAP кроссовер получил 5 звезд из 5 возможных. Что касается технической составляющей, здесь вставлен бензиновый двигатель с турбонаддувом, рядная четверка, 16-клапанные, система питания двигателя, непосредственная в прессе топлива, в соответствии с экологическим требованиям Евро-5. Расположение двигателя переднее и поперечное. Расположение клапанов распредвала, верхний клапанный с двумя распределительными валами. Рабочий объем 1,5, обозначение GW4G15B, 150 л.с., крутящий момент 210 Нм. Максимальная скорость данного автомобиля составляет 185 км в час, динамика разгона от 0 до 100 км в час за 13,5. Расход топлива в городском цикле это 9,7 на 100 км в пути и в загородном цикле 6,5. Объем топливного бака составляет 50 литров. Привод полный. В данном случае задействуется электронно-управляемая многодисковая муфта. Тип передней подвески независимая, пружинная, обратационная стойка типа Макферсон со стабилизатором перечной устойчивости. Тип задней подвески независимая, пружинная, многорычажная. Передний тормозодисковый, вентилируемый, задний тормозодисковый. Клиренс 185 мм. Снаряженная масса данного автомобиля составляет 1650 кг, полная масса 1985 кг. Объем багажного отделения составляет 300 литров. Если сложить спинки задних сидений, то он увеличивается и составляет 890 литров. Длина данного автомобиля 4335 мм. Ширина 1814 мм. Высота 1695 мм. Колесная база 2560 мм. В этом автомобиле имеется лазерная подсветка пространства около дверей. А вообще компания HVL Motor Cruise очень серьезная и у нее большие планы. В этом можно убедиться, просмотрев все данные на сайте. А в частности, это история, награды, разработка и производство. На данный момент на сайте представлены 4 модели. Это H2, H6, H6 куб и H9 флагман. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Итак, детально рассмотрев экстерьер этого автомобиля, давайте перейдем к интерьеру, к самой интересной части. Пластиковые вставки под светлый металл, мягкий кожаный подлокотник, вещевой бокс, динамики аудиосистемы. Здесь установлен хороший уплотнитель, с шумкой полный порядок, предупреждение, рекомендации подавления в шинах. Алюминиевые накладки на порогу с надписью H2. Электропривод для водительского кресла в продольном направлении по высоте. Соответственно, это спинка и поясничный подпор по двум направлениям. Кресло действительно очень удобное. Регулируемые подголовники, ремни безопасности. Открывание лючка бензобака, педальный узел у нас с подсветкой, как видите. Электрорегулируемые зеркала и здесь у нас регулирование угла наклона фар. Хавейл это очень безопасный автомобиль. Здесь установлено 8 подушек безопасности. Итак, друзья, пришло время послушать звучание этого двигателя 1.5 Турбо. 150 лошадиных сил. Слушаем звучание. Слушаем звучание. Слушаем звучание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Разнофактурный пластик применяется в отделке. Верхняя часть абсолютно мягкая, легко продавить, а вот нижняя часть, вот эти элементы, это уже твердый пластик. Но в целом шумоизоляция и акустический комфорт в этом автомобиле на очень высоком уровне. Электрорегулируемые зеркала. Просто зеркала, лопухи, они с подогревом. Все зоны отлично просматриваются в данном случае. И электропривод складывания. Практически бесшумно все происходит. Продолжение следует... Прекрасно. Везде надписи HVL, H2, даже вот здесь. И не знаете к месту, явно не лишние. Основные конкуренты этого автомобиля это Creta, Captur, Qashqai, Vitara, Soul, EcoSport, ISX и возможно с натяжкой Tiguan. Вообще HVL образовано от словосочетания I have all. То есть у меня есть все. И действительно в этом автомобиле есть все самое необходимое. Кстати, если у вас будет автомат, соответственно с передним приводом, сам агрегат не от фирмы ZF, а от Hyundai PowerTech. Тем, кому интересно, на данный момент в Китае уже появилась версия H2S. Я считаю, что в данном автомобиле плавность хода это основной козырь. И да-да, в этом автомобиле есть компоненты таких мировых фирм, как Bosch, BorgWarner, Valeo, TRV, Continental. Кому интересно, турбина работает в диапазоне от 2000 оборотов до 4500. Интересный факт. Полный привод вы получаете только на механике. Кстати, в Китае данный автомобиль выпускается с 2013 года. Российские продажи стартовали летом 2015 года. Самая новомодная премиум фишка в этом автомобиле. Имя HVL проецирует на землю боковые зеркала. Красным цветом ночью выглядит особенно эффектно. Управление для бортового компьютера и, соответственно, управление для аудиосистемы. Давайте все подробно рассмотрим, что у нас здесь. Время в пути указано, цифровые часы, пробег, соответственно, это одометр, запас хода, мгновенный расход топлива, средний расход топлива 8,9, пробег, датчик давления в шинах и также температура имеется, средняя скорость. В таком режиме все отображается. Сигнал скорости, как видите, единица измерения, давление, температура. Так это все дело управляется, видите, вот эти кнопки. Километраж. Здесь, я думаю, все понятно. Без проблем можно совсем разобраться в этом подменю. Затем текущий сигнал, бортовой компьютер, громкость, следующее ТО, настройки для языка, сброс на заводские настройки и основная информация. Вот, в принципе, все для этого меню. И переключение между станциями, между треками, поиск станций, соответственно, прибавить и убавить звук для мультимедийной системы. Здесь установлен круиз-контроль, активация для круиз-контроля, загорается соответствующий индикатор, выставляете определенную скорость, отключение, кнопки принятия и отмены вызова для телефона. Руль удобный, действительно очень удобный в обхвате. Кожа прям высочайшей выделки. И, знаете, мне уже не приходится говорить, что по рамкам китайских автомобилей это хороший автомобиль. Он просто-напросто по себе сам хорош. Здесь спряталась у нас очень интересная и магическая кнопка. Нету здесь системы кругового обзора, но есть камера, которая встроена вот в это зеркало, как она работает. Один раз нажимаете на эту кнопку и, соответственно, появляется изображение. Немножко с запозданием, с камеры. Это здорово. С этой стороны вы можете опустить стекло и посмотреть. А вот с этой стороны, чтобы не поцарапать диски, либо же, чтобы не попасть в какую-то неприятную ситуацию, раз, посмотрели, припарковались. Это удобно, классно. И, знаете, меня не покидает ощущение, что я нахожусь в каком-то европейском или японском автомобиле. Потому что подгонка, стыки, швы, вся выверенность. Здесь у нас имеется микро-SD-карта, видимо, для навигации. Экран, тачскрин. Давайте рассмотрим. Это основное меню. Соответственно, радио, Bluetooth, USB, SD-карта, AUX, настройки. Давайте рассмотрим это меню. Общие настройки, системная информация, видео, соответственно, громкость. Неплохо. USB, радио. Здесь, я думаю, все понятно. В такой режиме есть даже клавиатура. Неплохо. Затем это настройка для эквалайзера. Поиск и так далее. Также можно изменить диапазон. Продублированы кнопки принятия и отмены вызова для телефона. Поиск станции и так далее. Прибавить USB, звук, отключение для, соответственно, мультимедийной системы. Отключение для звука, различные настройки. Меню управления для телефона. И, соответственно, у нас выбор для источника. Все очень просто. В этом автомобиле установлен двухзонный автоматический климат-контроль. Видите, отображается вся информация. Регулировка для потока воздуха, отключения, различные зоны, ноги, лицо и так далее. Регулировка для температуры, для водителя, для пассажира, передний-задний обогрев стекол, активация для кондиционера, автоматический режим и рециркуляция. Все исправно работает. Очень высокопроизводительный климат-контроль. В фотографии сиденья имеется две ступеньки, высокая и низкая, отключение системы динамической стабилизации и помощь при спуске. Отключение системы динамической стабилизации. Загорается соответствующий индикатор, при том нет необходимости удерживать эту кнопку. И, соответственно, помощь при спуске. Все прекрасно работает. Вот здесь у нас индикатор загорается, еле заметный. Как-то так. Обилие глянцевого пластика и, соответственно, хрома поражает в этом автомобиле. Здесь находится, соответственно, вещевой бокс и розетка, либо же прикуриватель. Какая педаль сцепления, приятно переключать, действительно. Надпись Havail. Задняя передача. Здесь установлена камера заднего вида. Линии парковки, при том качество достаточно хорошее. Разметка. Такая вот линейка вам предоставляется. Очень неплохо. Электронный стояночный тормоз с функцией Auto Hold. Чтобы его активировать, нужно подтянуть на себя. Чтобы его снять, нужно нажать на тормоз и, соответственно, нажать на него. Так все просто. В этом автомобиле два подстаканника. Регулируется здесь подлокотник. Довольно вместительный бокс. Вход AUX USB. И предусмотрена розетка. При том, он мягкий, сам подлокотник. Салонное зеркало заднего вида. Как водится у таких автомобилей с автозатемнением. Имеется механическая шторка. Люк можно открыть на проветривание. Либо же полностью открыть. Таким образом. Дефлектор. Все закрывается. Микрофоны для hands-free. Здесь имеется очень мягкая диодная подсветка. Здорово. Здесь подсветка. Прекрасно. Сонсо-защитные козырьки и макияжные зеркала. Паня у нас с подсветкой. Держатель для карт. Контейнер для очков. Он обит тканью. При том, все сделано очень качественно. Радует. Очень радует. В этом автомобиле. Что мне лично понравилось. Очень понравилось в этом автомобиле. Это плавность хода. Управляемость. Слегка, конечно, размытая около нулевая зона. Автомобиль тяжелый. Поэтому в поротах он хорошо кренится. Подвеска хорошо все отрабатывает задняя, независимая. Обзорность хорошая к посадке. Претензий нет. Шумка хорошо сделана действительно. Стоимость. Наверное, стоимость. Все будут отталкиваться от этого принципа. Но и корейцы, и японцы намного могут быть даже дороже в сопоставимых комплектациях. Очень рад, что китайские производители наконец-таки тихонько подбираются к премиум сегменту. И вы посмотрите на эти динамики в свое время. Такие динамики, насколько я помню, вставили в Infinity. Очень красивые. Кнопка Start-Stop находится на нужном месте. Нет необходимости куда-то тянуться. Все под рукой. Кстати, двигатель практически не слышно на холостом ходу. Прекрасно. Цепкие тормоза, действительно, очень цепкие. Но появляются какие-то вибрации, когда включаешь кондиционер. Считаю, что для китайского автомобиля это очень большой рывок вперед. Притом правильный. Крывание ручка бензобака. Теперь я предлагаю заглушить двигатель. Давайте возьмем ключи и переместимся на второй ряд сидений. Геометрия посадки очень правильная. Садиться и выходить из автомобиля удобно. И с точки зрения эргономики просчетов я никаких не заметил. К некоторым моментам придется привыкнуть. Но, в общем и целом, очень даже неплохо. Лючок бензобака. Держатель для крышки имеется. Все очень солидно. Нет никакой расхлябанности. Как выяснилось по ходу тест-драйва, автоматическое стекло здесь только со стороны водителя. Соответственно, все остальные, оставшиеся три стекла, приходится удерживать, чтобы поднять и опустить. То есть автоматом они не опускаются, не поднимаются. Такая история. Интересно, что бортовой компьютер нам показывает, что дверь открыта. А когда люк вы оставите открытым, допустим, забыли, он не показывает. Вот такие элементы здесь не прикрывают. Но, в принципе, ничего страшного. Даже Lexus в этом плане не стесняется. Друзья, если вы сменили язык здесь, на английский, либо на какой-то другой язык, автоматом здесь не получится. То есть система не переходит автоматически. Здесь также нужно заходить и менять. Вот так. Подсветка здесь предусмотрена. Несколько цветов, если я не ошибаюсь. Она вот здесь идет и вот где-то в этом районе. На сайте я смотрел прям эффектно. Особенно ночью смотрится достаточно эффектно. Такая подсветка. Еще раз давайте меню просмотрим. Настройки времени. Язык. Звук кнопок и так далее. Видео. Сигнал. Вот так все работает. Кстати, диапазон регулировок очень широкий. И кресло, я вам скажу, достаточно удобное. Думаю, даже что продолжительная поездка. Преодолейте ее без труда. Трейл от сидений. Здесь установлен детский замок. Фиксатор два положения, чтобы дети не смогли открыть автомобиль из Н3. Также подлокотник. Мягкий здесь. Вставки у нас. Из искусственной кожи. Высокочастотные динамики радиосистемы. Вещевой бокс. Надпись H2. Алюминиевые накладки. Исофикс имеется. И крепление для детских удерживающих кресел якорного типа. Второй ряд сидений. Спинки складываются в соотношении 60-40. Вот таким образом. Регулируемые подголовники. Не постелили мне сюда бумажку. Элементов дизайна изысканных здесь предостаточно. Итак, второй ряд сидений. Места в ногах у меня достаточно. Над головой тоже хватает. Довольно удобно. Притом, сама подушка слегка под уклоном. Ищевые карманы с обеих сторон. Существенный. Плюс прям жирный лайк. Это практически ровный пол. Не считая вот этого небольшого выступа. Но, к сожалению, нет дефлекторов вентиляции. Нет подогрева сидений. Хотя это премиум. Нет розетки. Шторок. Почему-то их нет. Вот как-то так. Но интерьер очень радует. Стройки, лаконичные, без излишеств. Есть все самое необходимое. И даже некоторые бонусы. Вешалка. Откидной центральный подлокотник. Смотрите, как здесь реализовано. Вещевой бокс. И удобные подстаканники. Обзорность назад. К этому моменту нужно будет привыкнуть. В этом автомобиле. Отсветка. Но, к сожалению, здесь почему-то не диоды. Весьма странное решение. Вот сюда спрятан механический ключ. На тот случай, если сигналка сядет. Или произойдет какая-то внештатная ситуация. Если я не ошибаюсь, эта кнопочка должна отвечать за поиск автомобиля. Могу сказать, что второй ряд сетей не очень гостеприимный и уютный. В миру мягкий, в миру жесткий. Но тяготеет больше к мягкости. Теперь я предлагаю взглянуть, насколько вместительно багажное отделение H2. Отсыхın. В миру жесткий. Отсых . Отсыхин Nahsh Scotland. Отсыхин Nahshck стрカ part. В нижний канон. Он готов на Diaz. Партамент Тęги . Прик���ка предлагаю в waste. Ути к nem cinq фону. Хорошо. Ек they будут есть. Партамент Тof. Багажник по рамкам сегмента конкурентно способный Здесь находится кнопочка Имеется подсветка, крепление для такелажной сетки Шторка Антивандальная запаска Стальной диск, домкрат, инструменты Вот и все Здесь такая алюминиевая накладка Крышка багажника высоко поднимается Две удобные ручки, как справа, так и слева, чтобы закрыть крышку багажника Доступ к замку, если необходимо что-то починить Закрытие-открытие, само усилие очень солидное ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Конечно, с белой или с черной крышей и стойками автомобиль смотрится эффектнее Гораздо эффектнее Здесь также система доступа без ключа Можно закрыть и открыть автомобиль Таким образом ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Думается мне, что камера будет очень быстро пачкаться Никакой омывающейся системы не предусмотрено Придется чистить вручную Стороны пассажира Механические регулировки для спинки в продольном направлении Также предупреждение Подсветка Центральный замок Электростикоподъемник И бардачок, к сожалению, нельзя закрыть на ключ Микролифт имеется Здесь руководство по эксплуатации ХВЛ надпись Сервисная книжка, скорее всего, должна быть По аудиосистеме руководства по эксплуатации Чего сложного здесь нет И основное руководство по эксплуатации В общем и целом Автомобиль превзошел все мои Даже смелые ожидания Мне понравился Ни в коем случае не разочаровывает Учитывая стоимость Гарантию Обслуживание Еще очень хороший Конкурент на рынке Здорово Здорово, что появился такой игрок на рынке Определенно Привлекает к себе внимание ХВЛ H2 Не разочаровывает Ни в коем случае Отличный китайский продукт Особенный эффект на ХВЛ H2 Смотрится в красном цвете С черной Либо же с белой крышей И стойками Этот китайский автомобиль Привлекает внимание Многие оборачиваются Тот самый автомобиль Который запомнится Друзья, подписывайтесь на канал Будет еще очень много Интересных и познавательных видео Спасибо за поддержку Очень рекомендую данный автомобиль И к покупке И к серьезному рассмотрению Мне лично Х2 очень понравился Рекомендую На этом обзор ХВЛ H2 2018 года выпуска завершен Я надеюсь, вам понравилось Всем удачи Берегите себя Всем хорошего настроения Подписывайтесь на канал Пока